Всем привет! Записываю очередной отчет об аквариуме, как идут дела. Вот, за эту неделю довольно много всего произошло. В общем, нашел я роголесник, чтобы он поддержал баланс в аквариуме, рос и помогал аквариуму разгоняться, так скажем, чтобы побольше масса была биологической. Вот, купил, но здесь, конечно, у меня промашка вообще офигительная произошла. В общем, был большой пучок роголесника, то есть, таких веточек было, я не знаю, штук 10-15. Вот, он, конечно, слабоват был из магазина, мне его бесплатно отдали, как роголесник без товарного вида, так скажем. Вот, и ошибка в чем произошла? Вместо того, чтобы помочь наладить баланс в аквариуме, он только его попортил. Роголесник стал разваливаться, растворяться, иголки полетели. И, в общем, короче, у меня здесь вообще столько водорослей было. Я вставлю кусочек видео сюда. Ну, в общем, очень-очень-очень много водорослей, они пошли. Дядомовые ушли, но олений рог прям очень-очень сильный, у меня такого никогда еще не было. Вот, и я делал подмену в среду 50%, в субботу 50% сделал. И вчера, то есть, я когда делал подмену, я вытащил все медленно растущие, вытащил анубы, то есть, тут ничего не было. Вот, вытащил буцики, они все в водорослях были, замочил их в лимонной кислоте. То есть, вот тут даже видно, что вот олений рог, он пораженный такой, вот этот белый, это его лимонная кислота прижгла очень сильно. Вот, я так, что смог, пальцами оторвал. Вот, остальное пусть рыбы с улитками доедают. Ну, в общем, он прям разгоняться стал, но самое страшное даже не это. Произошло вот прям такой очень напряженный для меня момент. Что было? Первое, один кустик хелфери, и потом на следующий день, после того, как вот роголистник стал разваливаться, и как стали набирать обороты водоросли, он стал растворяться. Вот, хелфери стал растворяться, потом у гаяны, я эту макушку отрезал, скрутилась макушка, она таким колокольчиком стала вниз смотреть. И потом я вторую еще такую уже нашел. Потом у ротендифолии грин была макушка, ну, в принципе, здесь вот видно, она прям еще сильнее была подкручена, и самое вот, что меня напрягло, это вот на листьях пятна появились. Вот, я подумал, что это как раз вот из-за роголистника, из-за того, что, видать, аммиак аммоний пошел. Ну, чисто предположение, может быть, еще выброс каких-то веществ произошел, и это именно ударило по самим растениям. И самое вот, самое-самое печальное, это вот здесь происходит. Абсолютно здоровая ветка, на которую я тут молился, радовался, что она одно междоузлие, ни с того, ни с сего, просто сгнило, и все. И вот башка отлетает. Короче, тут надежда остается только на то, что корень, оставшийся, выпустит новый росток, и как бы пойдет дело. Благо, у меня есть еще один вот, надеюсь, с ним такого не приключится. И вот еще маленький. Еще есть в тепличке. Ну, в тепличке там, конечно, совсем, там, не знаю, может быть, даже там не бонсай, а ротендифолия грин росток выпустил. Но это просто печаль. Это вот, я даже не знаю, как описать, с тем учетом, что бонсай самое желанное растение в этом аквариуме, которое я хочу видеть. Ну, просто мне оно очень нравится, и я его никогда толком, ну, не получал хорошего. Но чтобы вот так вот междоузлие разваливалось, у меня такого еще ни разу не было. То есть, у меня обычно было так. Либо снизу начинают листочки постепенно растворяться, как бы у них такой контур только остается. Либо вверх, так он как будто засыхает. И вот даже в плохих условиях, когда оно там не росло, оно мне вот так вот именно, чтобы междоузлие... Его как будто кто-то вот надкусил или повредил, не знаю, ну, кусать особенно некому. Вот. Короче, вот это вот прям печаль-печаль. Ну, надеюсь, тут все-таки как-то бонсай пойдет. Что еще я сделал? То есть, получается, я вынул анобы и буцки, окунул их, и вот приклеил немножко, разместил по-другому. Мох тоже замочил, только мох я замачивал всего на 13 минут. Не знаю, побоялся я Рикардио замачивать на 20-25 минут. Вот, подумал, что и так, как бы он не так, не сильно поражен был, поэтому думаю, ладно, если даже там водоросли не погибнут, то лучше, главное, чтобы мох не погиб. Вот. Высадил немножко, перестановка у меня получилась. Вот эта роталка хорошо растет, я ее все подрезаю, уплотняю. То же самое с перистолистником я делаю. Вот. Хелфери. Рассаживаю вот такие вот пучки. Ну, они как, они зачастую сами в итоге почему-то всплывают. И я разделяю на веточки, вот рассаживаю. Ну, в любом случае, это нужно делать, потому что Хелфери довольно много места каждому кустику надо, поэтому тут все равно приезжать придется еще. Буцки вот на такой камень приклеил, он, конечно, вычурный такой, яркий, но я думаю, он скроется просто за другими растениями, этот камень. Вот. Ну, был у меня такой под рукой, удобно. Вот. Удобно. Ну, камень, конечно, красивый, он просто не подходит сюда. И, как и хотел, вот месяц прошел, я пошел купил живность. Вот таких гупех нашел, но неплохие, более-менее неплохие гупехи. И там где-то еще у меня есть... Я не стал кочевряжиться, он купил малинезию, потому что мне нужно, конечно, с водорослями бороться. Я тут, конечно, сильно ударом... Причем я еще... Этот рог, он пошел еще и по саму сойлу. Но в этом случае гораздо проще. Сойл просто сифонишь, там немножко его уходит, как бы без разницы, выкинул, да и ладно. Его и так здесь много. То есть, в таком плане чистить легко. Просто пылесосишь и все. Вот. Ну, а так, конечно, здесь вот есть. Он еще присутствует, его много. И вот эта неделя будет интересна. Медленно набирает, медленно набирает растение массу. Не получается у меня так сделать, чтобы растение, когда растет, там его срезать вместе с водорослями, там макушку посадить обратно. То есть, такое не выходит. Хелфери медленный, мох медленный, а нубы, бутсыки медленные. Вот только на роталке надежда. Вот. И... А, тут что я еще сделал? Я из угла убрал Зальцмана. Тут у меня Зальцман сидел. Вот здесь. Он медленно растет. Я... Ну, в принципе, мне как бы не нужен был. И как-то и растет он не важно. И как раз вот ротала, она набирает силу, и ее надо много, побольше. Вот я ее рассадил. Но у меня такой план и был. То есть, тут как бы все по плану идет, тут все хорошо. Также ее продолжает подкручивать. Но главное растет. Главная масса. И все, я ее уплотняю, уплотняю, уплотняю. Она вот не поднялась выше. Это просто банально потому, что я все длинные поотрезал и посадил рядышком. Вот. Вот такое состояние. Ну, получается, аквариум... О, ровно месяц, кстати. Я его... То ли 20... Ну, почти месяц. Ладно, без нескольких дней. Вот. Ну, медленно, медленно. Ну, что поделаешь. Вот. Одну ветку Зальцмана он сюда посадил. У меня еще три осталось. Не знаю, куда их в аквариум или в тепличку переместить. Ну, и в тепличку еще я закинул. Ну, вот такие дела. Вот. Да, интересно, конечно, будет, как тут с водорослями пойдут дела. Также подаю удобрения, не дергаюсь. Лью по одной и той же дозе, как с первого дня. Ничего не менял. Подмены. Вот с подменами я не знаю, как лучше сделать. Ну, оставил две так подмены. Вот после вчерашнего вмешательства и то, что я замачивал в лимонке, я думал, что не помешало бы, наверное, еще подмену сделать сегодня или, может быть, уже завтра. Наверное, завтра. То есть, дополнительно, чтобы их три было за неделю, чтобы органику вымыть. Наверное, так и сделаю я завтра. То есть, на этой неделе у меня будет три подмены, чтобы вымывать. Но вообще, после подмены аквариум, конечно, лучше себя чувствует. Это заметно. Вот. Эту ветку оставил. Ну, короче, я повыбрасывал тот роголистник разваливающийся. Если уж одна ветка как бы приживется, то есть, если она пойдет расти, она растет очень быстро. Но вот это, конечно, был очень большой промах. Накидать роголистника дохлого, который только хуже сделал. Ну, я, в общем, думаю, что это вот выброс каких-то веществ. Ну, я предполагаю, что аммоний пошел. И просто, да, бывает такое, что когда аммония много, как раз вот таких, как хелфери, они растворяются. Куба, хелфери, ну, такие довольно капризные, медленно растущие растения, они могут отреагировать. Вот. Сейчас еще покажу тепличку. Ну, вот, собственно, как без грядки обойтись. Очень полезная штука. Я просто опрыскиваю каждый день. Тут земля с торфом, без керамзита. Я не нашел такой маленький керамзит, торопился. Ну, в общем, что у меня здесь? Ротала грин. Это вот прям из меристемы я сажал. В общем, это из меристемы. Прямо как она приехала, я посадил. Вот за месяц такой небольшой прогресс. Но здесь очень... Все-таки света маловато. Здесь во второй половине дня только солнышко светит. Вот хелфери. Ну, и самое главное, для чего мне здесь тепличка нужна, это ринека мини. В магазине мне конкретно не сказали, что это она. Но я вижу, что это она. По крайней мере, у меня один в один была такая. Когда в аквариум посажу, еще посмотрю. Вот. Ну, и сюда Зальцмана он высадил тоже. Пусть здесь он побудет. Мало ли, он все-таки тоже неплохой. Его можно сделать красивым. Ну, и так это. Ну, в общем, такая грядка, полезная штука. Я уже много раз об этом рассказывал. Ринеку жду. Вот здесь. Вон образовываются детки. Когда кустиков 5-6 будет, я в аквариум посажу. Ну, вот. В общем, процесс идет. Красненького надо добавлять в аквариум, потому что там вообще ничего красного нет. Вот. Скорее там будет немножко салатового и желтого, чем красное. Ну, вот. Ринека, я думаю, этот как раз пункт мне закроет. Ну, и в заключение хотел бы поздравить Андрея Ефремова с его участием в Омановском конкурсе. Офигительный у него аквариум получился. Особенно, если еще знать, что этого он в аквариумистику пришел полтора года назад. И уже в Омановском конкурсе поучаствовать. Это очень похвально. Плюс он очень многих людей подтолкнул, так сказать, пересмотреть свои взгляды какие-то в аквариумистике. В том числе и меня. Поэтому хочу поздравить его с участием. Вот. Аквариум получился шикарный. Ну, ладно. Всем пока. Потом буду показывать, что с этим аквариумом происходит дальше.